Острого дня, господа ножеманы! С вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. Конечно, этот выпуск я начну с самого главного ножевого события этого полугодия, возможно, даже этого года. Потому что, несмотря на все выставки, именно Knife Fest 2 является самым лобным, самым интересным и самым активным именно ножевым мероприятием, которое призвано, призвано, призывает к тому, чтобы все ножеманы объединились в едином порыве, быть лучшим, показать себя, показать свой нож, потусовать и пообщаться именно про ножи, чтобы все было не про торговлю, все было только про нож. У нас было классное мероприятие. Там были девушки, там были жены, там были сестры, там были дети. Маленькие девочки с восторгом смотрели, как здоровые дядьки колотят гвозди в эти брусья, как они рубят эти брусья огромными ножами от мистер Блэйдов, и вообще там было очень-очень круто. У нас будет обязательно на Knife Fest 3 буквально уже скоро, в конце января, об этом я скажу чуть позже. И всех-всех-всех зову и на следующие мероприятия. Я знаю, вы уже жалеете, что вы не были на этом. У нас были гости из Москвы, взяли два призовых места. У нас были гости из Тюмени, целая бригада приехала, суровых дядек второй раз. Были на первом Knife Fest, сейчас приехали на второй. Пообнимались, поручкались, ни в чем не участвовали, просто приехали покайфовать. Конечно же, на Knife Fest я был ведущим, и мне огромную помощь составили Дмитрий Акимов и Бэт Вадим. Спасибо огромное дядькам за то, что не оставили меня одного, за то, что очень и очень помогли. Я надеюсь, что это сотрудничество у нас будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Но сейчас могу сказать, что рез каната становится спортом. Я все-таки выведу это на общероссийский, надеюсь, на европейский, мировой уровень. Именно рез каната на скорость. На данный момент, по результатам двух Knife Fest, официальный рекорд. Джутовый канат 26 мм за 30 секунд отрезан 47 раз. Это смог сделать нож Dendro со сталью D2, просто с авторской заточкой. Готовьте свои ножи к концу января, будет еще интереснее. Забавную некротему готов поднять аж с 2014 года. Почему-то наткнулся на нож, думаю, где-то я его видел или нигде я его не видел. Оказывается, в 2014 на Иве Oberland Arms немцы показывали вот эти самые ножи. Скорее всего, они сейчас продаются, но почему-то ни в магазинах, ни у оптовиков я их не вижу. Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, что за нож такой, есть ли он у вас и вообще пользовался ли кто ими. Мне очень понравилось, что там, во-первых, моя любимая D2, как вы слышали, она очень нихреново работает. Во-вторых, это нудисты, титановые рукояти, у большого даже пересаживаемая клипса проволочная налево-направо. А маленький просто такой симпатичный. Если вы не диагностируете просто этот Oberland, что за зверь такой, запомните, у него вот такой логотип, черепок в такой егерской шапке. Наверное, это егерская шапка или шляпа. Я не знаю, что за головной убор на этой черепухе. Может быть, кстати, мне кто-то из историков немецкого ножеделия тоже в комментариях расскажет, почему такой логотип выбрала эта компания. Оказывается, они еще делают и фиксы уже по мотивам этого ножа. Фикс выглядит вот таким образом, имеет отверстие рядом с указательным пальцем и же десятую рукоять. Мне почему-то в этот момент повеяло итальянцами, экстрема ратио, но может быть, это просто моя вкусовщина. На самом деле, я зацепился за складни и все бы было с ними хорошо, если бы в той самой Некро Новости с 2014 года я не видел ценник 190 евро. Кстати, и об этом пишите тоже. Почем, где и как посмотреть, потрогать эти самые Oberland Arms. К моему ужасу снова вынужден рассказать про ножи Ганза. Они охренели. У меня на этом все. Они выпускают все больше и больше ножей. Ну, анонсируют, они выпускают, но мы все знаем, что они, блин, их сделают из D2. В первую очередь, я гоготнулся этого Варнклифа. Это же пипец, как, блин, всем бьет по рукам, по ногам и по заднице. D2, подшипник, хорошие материалы на рукоятке и очень и очень недурной дизайн. Эта моделька будет называться FH31. А FH21, хоть и не Варнклиф и не настолько должен запасть мне в душ, вообще отличается очень интересным, дорогим дизайном. Судя по всему, в 2019 году Ганза со своей вот этой серией Firebird зайдет на мировой рынок, просто распихивая всех пенделями и крича о том, что мы здесь теперь цари. Непонятно, где будет в этот момент Райк, Сан Рэму, да даже и Кершей вдруг подвинет на наших прилавках. Почему нет? Адекватный ценник за D2 меньше трех тысяч мы будем очень и очень посмотреть. Короче говоря, 2019 год очень ожидается удачным для компании Ганза и очень интересным для тех людей, которые интересуются этой компанией и ждут от них новинок. Правда, интересно, тонко и судя по вектору развития, будет очень и очень красиво, дельно и качественно. Друг Нажиман, не забывай подписываться на мой канал, жать колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео и обязательно подпишись на мою группу ВКонтакте vk.com.brutalika. Сегодня я даже не буду рассказывать, насколько там круто, сейчас я просто попрошу тебя перейти в эту группу. Ссылка на нее будет под этим видео. Сейчас мы собираем деньги. Мы решили стать Дедами Морозами для одного конкретного маленького парнишки. Это сын одного из наших участников, Нажиман, молодой Нажиман, и он сейчас очень болеет. Пожалуйста, сходи по ссылке в мою группу vk.com, прочитай, пожалуйста, новость, которая выделена вот этой красной бирочкой. Нужна помощь и реши, можешь ли ты за 50, за 100 рублей, может чуть больше, почувствовать себя Дедом Морозом. Давай в этот Новый год сделаем все вместе одно большое, великое дело. Прошу тебя, сделай это. Про красиво, интересные и качественные, это еще можно сказать про мастера Александра Огонь. Я уж не знаю, Огонь это ник или все-таки фамилия, но увидел такой замечательный нож и проникся. Может быть и не очень сложный нож, и вполне понятная классическая рукоять, и клинок. Но клинок уже с хорошим ламинатом, с интересным ламинатом, уже западает в душу. Ламинат всегда красивый, всегда четко. Но, оказывается, в навершии рукояти вот этот вот замечательный латунный спейсер, это не что иное, как потай для огнива. Причем огнива, насколько помню, там спаренная. Интересно, красиво и очень дельно. А когда сунулся рассматривать ножны, вообще очень и очень порадовался. Ножны классика Кайдекса. Все хорошо, два лопуха, подвес, но по сторонам ни огнива, ни оселки, а капсула с НАЗом, носимым аварийным запасом. Я уж не знаю, димедрол там, иголочки, крючочки, лесочка, не суть важна. А со второй стороны тактическая ручка. Вот чтобы специально ставили петли под тактиручку, я вижу впервые. Обычно на этом месте красуется или огнива, в первую основную очередь, но здесь она в рукояти, или фонарик, что значительно реже, или оселок, тоже вполне встречается. А тут тактиручка и целая капсула. По задумке, по оформлению, по линиям, по материалам вопросов нет. Ссылку на этого мастера я обязательно оставлю под этим видео. Сходите в описание, посмотрите, почитайте, залезьте к нему на страницу. Он делает не только этот один нож, и в принципе очень и очень достойные, интересные вещи. Вот так вот. Идею с тактиручкой на кайдексовом подвесе обязательно заберу себе. Непонятно в каком контексте меня удивила компания M-Tech. M-Tech мы знаем давно, успешно. M-Tech USA, M-Tech Extreme. Для меня это вообще одинаковая компания, возможно, какие-то разные, не суть важна. Это китайцы с американским офисом, причем китайцы такого ларечного смысла. Каждый раз, когда берешь в руки M-Tech, ты понимаешь, что это скорее сувенирка, скорее подарочный вариант на отвяжись. Вот взял за 500 рублей, подарил 700 рублей, подарил, забыл, сам не пользуюсь, или в гараже валяется на всякий пожарный случай. И тут вдруг открываю, смотрю, M-Tech по 300 баксов. Мало того, что это известные дизайны в большинстве своем, которые свистнуты у кого-то, кто свистнул еще раньше, и все остальное. Ну, например, вот этот вот цветастый с сиреневыми переливами, это же тот самый C-H, который известен абсолютно всем. Но с лейблом M-Tech USA, сталью D2 и MSRP 300 долларов. 288, 320. Вот такие ценники встречаются на этот самый M-Tech. Я не понимаю, что в этом больше. Радости за то, что китайцы прорываются в какой-то чуть выше сегмент, или ужаса от того, что они охреневают, а из-за D2 в непонятно каком Титане требуют аж 300 бакинских. D2 это все-таки перебор. Ну, посмотрим. Может быть, M-Tech нас удивят еще не этим. Может быть, они вообще перелопатят свою линию производства и будут нас радовать и гуманными ценами в хороших материалах. До этого они радовали вот такими ценами и вот такими материалами. Ну и закрою этот выпуск я, наверное, все-таки новостями о том, что уже почти месяц как вышел Spider-K 2019 каталог. Я его, конечно, пролистал, посмотрел. Многие уже сняли видео о полном обзоре этого каталога, еще чего-то. Меня лично зацепило всего вот пшик да нифига моделек. Про них, собственно, и расскажу. В первую очередь это Manics. Причем Manics те самые легкие, lightweight, которые не отягощают карман, которые хорошо носятся, отлично режут и выполнены в замечательных материалах. У меня на Brutalic всегда продавались lightweight из BD1. Они остались в линейке, слава богу. Но в других сталях они тоже проскочили. Например, серенький с клеймом Mahomet. Максомет, Мак... Сами разберетесь, как это читается. Вот этот серенький будет в этом самом Mahomet. И Manics lightweight будет в CPM 110V. А 110V это совершенно другой, более ценный мех. Что там будет по цене, я даже вчитываться не стал. Потому что, ну, в BD они стоят под 9000, а в 110 за десятку выпадут точно. Но, тем не менее, это все равно дешевле, чем XL большой, который в 110, в S30 и так далее. А маленький, легонький и в достойной сталюке нам пригодится обязательно. Но это было просто обновление стали. А из новых моделей меня зацепил, ну, например, Синкевич. Про этого Дрюкина я рассказывал несколько выпусков назад. Он будет из S90V. Он будет от обуха. Он будет на карбоне. И Димины руки... Димину голову здесь никуда не деть. Здесь издалека видно, что это тот самый Синкевич, которого мы очень и очень любим. На этой же странице расположился и Пайсон. Это вообще для меня странный ножичек оказался. С титановой рукоятью и с клинком от гриппа 550. Я очень люблю грипп. У меня аж, по-моему, 2 или 3 штуки этих гриппов. И именно этот грипп с отверстием с глазом для открывания является для меня самым удобным. И вдруг я вижу этот клин в линейке спайдерк. Кто-то мне расскажет о том, что да нет, да не похоже, да нифига похоже. Титановая рукоять, да другая. Клин, чисто взята успешная модель и воткнута в свою спаевскую рукоять. Как уж они там с бенчами об этом договаривались, я не знаю. Но мое мнение, ай-яй-яй. Ну и если будете листать этот каталог после этого видео, обязательно зайдите вот на эту страницу. И посмотрите внимательно на копару и вот этого сабверта, который яркий, красивый, от обуха должен мощно резать и охренительно выглядеть у вас на кармане, на пикнике, где угодно. Яркий нож с антипросирательной рукоятью. Цвет, который не потерять ни зимой, ни летом. Ну, да и осенью его, наверное, будет тяжело потерять в таком именно формате. Ножи интересные, но, к сожалению, из всего каталога меня зацепили только эти странички. Если вам что-то понравилось больше, чем мне, пишите в комментариях. Не надо только писать про всякие вот те ужасные волнообразные клинки, про вот эти вот восточные рукояти. Это все фу, а не спайдерка. А вот спай, который действительно предназначен для работы и который может вам понравиться, напишите в комментариях. Может быть, я посмотрю, пригляжусь и в одном из следующих выпусках подробно остановлюсь именно на той модели, которую попросите вы. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал нож Cold Steel Luzon Medium. Это вот эта самая новинка от 2018 года. К сожалению, конца 2018 и они уже заканчиваются. Вы, конечно, все спросите, ай, а где же большой? А большой все уже кончился. И медиумы по всему миру практически уже кончились. У меня этих медиумов осталось очень чуть-чуть. И, возможно, сегодня они тоже закончатся. Ссылка на этот медиум под этим видео. Зайди, подумай, приобрети. Следующий Cold Steel выпустит хорошо, если только к марту. Этот нож тебе точно нужен. И нужен он тебе прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok